Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Присемь некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал, Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, Следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвуя. Ибо я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник, и, кланяясь ему, говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, двенадцать лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им «Смотрите, чтобы никто не узнал!» А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил «Никогда не бывало такого явления в Израиле!» А фарисеи говорили «Он изгоняет бесов в силу князя бесовского!» «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим «Жатвы много, а делателей мало!» Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою!